разговаривать и тому подобное. Я хочу начать с, собственно говоря, с очень коротенького рассказа вообще, где мы и что за тексты. Я всем старался тексты разослать, и сейчас тексты вы видите здесь на экране, но на самом деле все-таки некоторое введение требуется. Если я правильно понимаю, большинство людей были на предыдущих занятиях, кто-то был, но, может, кого-то не было, а также те, которые потом это могут теоретически увидеть где-то в записи, тоже, значит, вполне вероятно нуждаются в том, чтобы вели их в курс дела. Мы сейчас находимся в самом конце 22-й главы книги Нецхесраэль Раби Игуды Лива Маорали из Праги. Значит, это один из важнейших его текстов. Маорали из Праги – это один из величайших таких еврейских мудрецов XVI века. И он комментирует в этом тексте, это довольно большая 22-я глава, сама книга самая интересная. Это нам вполне, так сказать, ответствует нашим сегодняшним, сегодняшним нашим, как бы нашей ситуации. Она посвящена теме исхода из Египта и пасхальному Седору, потому что Маорали из Праги пытался осмыслить все вот еврейские там традиции, праздники совершенно по-новому, с некой такой философско-мистической точки зрения дать им объяснение, и в частности дать объяснение той ситуации, в которой мир находился, и еврейский народ находился в XVI веке. Поэтому это удивительный совершенно человек, которому напрасно, правда, приписывается изобретение голема, такого искусственного человека. Ну, это многим приписывается, но поскольку Маораль был одним из самых волшебных, я бы сказал, еврейских мудрецов того времени, то и всякие такие волшебные штуки ему приписываются больше, чем кому бы то ни было другому. Но на самом деле, вроде бы, вся эта история с големом, которого он создал, и который там выполнял какие-то хозяйственные работы, а также защищал еврейский квартал в Праге, но который потом пришлось дезавуировать, потому что он вышел из подчинения в какой-то момент, как это происходит часто с техникой. Значит, это как раз история имеет только самое косвенное отношение к Маоралью, а более интересен он тем, что он сумел увидеть глубины еврейской традиции и философии науки того времени, которые только сейчас, может быть, станут интересными, становятся интересными. Поэтому популярность Маоралья только росла со временем, и самой большой популярности он достиг где-то в середине 20 века, когда выяснилось, что он просто увидел многие вещи, которые прошли в 20 веке. В частности, он создал, если угодно, такую философию современности в каком-то плане. В частности, был такой замечательный автор Андрея Нер, французско-еврейский философ, который написал книгу, которая, по-моему, так и называлась «Маораль», «Фауст», «Голем», что-то такое в таком роде, про еврейскую традицию эпохи Ренессанса 16 века. В Праге Ренессанс происходил чуть позже, чем в Италии. И, в частности, здесь есть такой важный момент, что Маораль, у него есть очень много идей, связанных с физикой нового времени. Но имейте в виду, в 16 веке еще физики не было. Галилей еще не родился. Точнее, Галилей родился как раз в конце жизни Маораля. А работал, один из учеников Маораля, Давид Ганс, работал ассистентом Тихобраги и занимался исследованием космоса. Маораль тоже этому абсолютно не чужд. И он как бы пытается понять устройство мироздания с точки зрения сочетания совершенно разных, обычно не сочетающихся, с точки зрения обычного здравосмысла вещей, а именно с точки зрения физики, устройства космоса, и с точки зрения устройства истории, в том числе истории еврейского народа, и наряду с этим с точки зрения цикла жизни. То есть, в частности, не случайно эта книга посвящена Пасхальному Седеру. Значит, в начале нашей главы 22, которую мы читали, он рассматривает историю, которая вывешена, которую я всем прислал. Я думаю, вы сможете ее посмотреть. Значит, ну сейчас я ее продемонстрирую на всякий случай. Так, демонстрация экрана. Организатор отключил демонстрацию экрана участников. Кто такой отключил демонстрацию экрана? Я бы хотел продемонстрировать вам текст. Без этого мне будет довольно сложно. Я, если Натан меня видит, Натан, тут отключена демонстрация экрана. И я, конечно, сейчас не буду на этом зацикливаться, но это жалко, потому что мне хочется... А, вот, демонстрация экрана отключена. Отлично. Вот этот текст. Я сейчас демонстрирую самую верхнюю его часть, где приводится первоначальный зачин, как бы, идеи, значит, морали, а вернее, вот, из текста «Нэнс Хасраэль», там совсем коротенький кусочек, сейчас я его вам покажу. Вот. Так. Вот. Вот этот самый текст, вот он перед вами. Вот. Он рассматривает проблему, которая понятна для каждого человека, который вот сидит, моющий пасхальный седр и празднует Песох. Как же так? Вроде бы мы уже вышли из Египта 3300 лет назад. Вроде бы уже, так сказать, установилось какое-то царство, пророчество, уже построен храм, и после этого, значит, они, евреи, отправились в изгнание. Храм был разрушен два раза, один раз воеванянами, другой римлянами, и, значит, вся период изгнания. Изгнание, когда, значит, как бы евреи находятся в изгнании по отношению к Иерусалиму, той земле, и находятся в рабстве по существу. Вынуждены заниматься очень тяжелыми, всякими неприятными вещами. В частности, заниматься какими-то, поскольку им не дается, нет права обрабатывать землю, нет вообще почти никаких прав. Они занимаются унизительными всякими вещами, типа расставщичества и так далее. Притесняются всеми народами. И что это значит? Значит ли это, что связь между евреями и Богом полностью нарушена? Как, например, это говорили христиане. Значит, и Майораль говорит, что мы видим и ощущаем, конечно, связь не нарушена, она продолжается. Но как же все-таки объяснить, как же понять то, что происходит вообще само это состояние Гавута? И это и есть главная тема нашей всей главы 22-й. Но она, я бы сказал, это одна из главных тем Майорали из Праги. Что такое вообще Гавут? Что такое изгнание евреев из святой земли? Что такое отрушение храма? И что такое мир, который живет без храма? И который живет с евреями в качестве рабов? То есть это вот египетский мир, в принципе. Вот так, как евреи там занимались всякой работой с глиной и кирпичами, строили пирамиды. И в качестве благодарности за то, что в какой-то момент Иосиф спас Египет от голодной смерти. И евреи не то, чтобы очень сильно кому-то что-то навредили, и почему-то они оказывались в таком страшном, бедственном положении. Хотя, конечно, их все обвиняли, как и всех людей, которые находятся в бедственном положении, независимо, кто это такие люди, которые пострадали от чего угодно, на них сразу же все нападают. И с евреями было то же самое в течение, по крайней мере, двух последних тысяч лет. И, естественно, возникает вопрос, почему это? И вообще, как функционирует мир? Дальше Майорай ставит более сложный вопрос, и он как раз является центральным вопросом нашей темы. Если существование храма и служба в храме является таким важным моментом, как сам Майорай объяснял в предыдущих главах, в системе мироздания, потому что при помощи храма верхние влияния опускаются в мир, то когда нет храма, что это значит? Это значит, что Бога нет в мире, Бог не управляет больше миром, все божественное богословение, которое спускается в мир, больше не спускается в мир. Что это все значит? Он говорит, что из этого всего видно, что разрушение храма обозначает некий глобальная катастрофа, глобальное нарушение в самой системе мира. Если нету той, как бы, если левиты не поют свои песни, если не приносятся жертвы по поводу 60 народов мира, а также 70 народов мира, а также самих евреев, которые совершают какие-то грехи, если вообще пророчество прекратилось, вообще все, что связано с храмом, всего этого нет, то как вообще держится мир, как он может существовать? Значит, в самом корне мира произошло некое изменение, какое же это изменение? Вот это главный вопрос, который задает Мораль. Миша, я правильно рассказываю? Ну, пытаюсь. Вот теперь я хочу задать некоторую тему, которая главная для нашего этого занятия и занятий предыдущих с этим текстом. На самом деле Мораль не только не ограничивается неким таким общим глобальным вопросом, он занимается более сложным, конкретным вопросом. Он как бы приводит вот такой бы райту, то есть некоторый текст эпохи Мишны, который не вошел в Мишну. Значит, это мудический текст, это рассказ про некого раба Йоси, который попал в руину Иерусалима, и там он услышал голос Всевышнего, который плачет и говорит, значит, ой мне и моим сынам, которых я изгнал из своего дома, разрушил свой храм, и как же быть мне, как же быть моим сынам. Этот вот текст, который вы сейчас перед своими глазами, вот, ну, как бы там этот рабе Йосиф встречается с пророком Ильей, или Яхву, который ему объясняет, что это не только сейчас Бог плачет о том, что он совершил, но он происходит всякий раз, когда евреи собираются в разных там синагогах и, значит, и домах учения, и говорят, да будет велико его славное имя во веки его Иер шме раба мавурах меула альмая, то есть и будет его имя славное богословенно во веки веков альме альмая, это можно также переводить из миров в миры, вот, это молитва, которая говорится на арамейском языке, вот, и вот сейчас, например, когда у нас эпидемия, и поэтому подавляющее большинство людей не собираются в синагогах, потому что это запрещено Министерством здравоохранения, вот, то тем самым и эти слова не говорятся, так что мы находимся здесь в очень интересной ситуации именно по отношению к этому тексту. И Майораль занимается объяснением того, что же это значит, что значат эти слова. Ну, я напомню очень коротко текст, который мы читали до этого по поводу того изменения, которое произошло в мире. Там есть очень красивая тоже Агада из трактата Хагида, из Вимонского Талмуда, которая рассказывает, что пророк Исаия видел ангелов шести крылых, а пророк Ихиескель видел ангелов четырех крылых. И эти ангелы являются, так сказать, репрезентацией божественного влияния в мире. Так что же, это противоречие какое-то получается в тексте Торы, в тексте, ну, Танаха, пророков. Ну, и комментарии нам, трактата Хагида говорит, нет, противоречия здесь никакого нет, просто пророк Исаия видел ангелов до разрушения храма, а пророк Ихиескель видел ангелов после разрушения храма, просто того, как был разрушен храм, у ангелов было оторвано два крылышка. И вот именно на таком примере, и это весь юмор, я бы сказал, и смысл, как разрушает Талмуд, он так и говорит. Он говорит не посредством философских и логических категорий, а посредством таких вот образов или аллегорий, символов. Именно вот эти два крылышка, это и есть то, что изменилось в мире после разрушения храма. И главный вопрос, который обсуждает Талмудиста, что же это были за два крылышка, и за что они отвечали. Эту тему мы сейчас не будем обсуждать, а на предыдущей нашей лекции, которая, я так понимаю, здесь где-то висит в Zoom или в YouTube, не знаю где, значит, мы это обсуждали уже, читали этот текст подробно. Вот, и, в общем, есть разные мнения, и, как всегда бывает в Талмуде, в каждом из мнений есть какой-то здравый смысл, здравый какой-то смысл. Одно мнение, что божественное влияние не проявляется в мире прямо, а проявляется каким-то очень косвенным образом. Другое мнение, что песнь человеческая не звучит, восхваляющая Бога, и, следовательно, высшая песня тоже не может звучать, ангельская, потому что главная задача человека в этом мире, согласно одной, по крайней мере, с точки зрения Талмуда, это петь, это воспевать, и главное, что должен сделать Мессия, как его евреи понимают, это сказать песни, подобно тому, как царь Давид сказал псалмы, так Мессия должен сказать еще значительно больше песней, он должен наполнить мир пением. И сейчас, когда храм разрушен, песни-то звучат, но это не песни, восхваляющие Всевышнего, это максимум повторения тех песней, которые уже были сказаны царем Давидом, которые на всех языках все перепевают, а это новые те песни, которые еще должны быть, новая песня, Шераха Даша, она еще не сказана, ее должен сказать Мессия. Вот, и поэтому песнь внизу не звучит, и это одно из тоже изменений того, что произошло после разрушения храма. Значит, левиты не собираются, песня не звучит, а, соответственно, вверху песни звучит. И вот с этой точки примерно я хотел бы переместиться на то место, где мы сейчас находимся, потому что... Вот, сейчас, секунду, я хочу... Так, да, вот, значит, вот это текст, уже морали идет, концовка, значит, это его главы, чем он здесь занимается. Ну, давайте почитаем, я буду читать сразу же по-русски, потому что, ну, насколько я смогу, но если кто-то, доброволец найдется, который захочет, будет готов читать, Саша Львов там не появился случайно? Да, жалко, вот, но придется мне. А, Минахим, Минахим, может, ты... О, это не Печерский случайно тут, где-то там, в этом самом? Ну, в общем, короче, господа, если кто-то согласится читать, просто прочитать текст элементарно, его, он совсем не сложный, на мой взгляд, то я буду вам ужасно признателен, потому что это мне облегчит жизнь. Минахим, ты согласен? Наверное, микрофон отключен у Минахима. Он пускай он отключит. Согласен. А? Меня слышно? Да, слышно. Сейчас слышно. Если не сложно, мы не находимся здесь, в этом самом, я понимаю, что текст, может, видишь впервые, и, может быть, возникли какие-то проблемы, давай вместе, ну, просто хочется диалога. Илья, если вы могли бы мышкой следить, слабо читающим, помогло бы. я слежу. Вот, он начал сначала с синие строчки, которые сейчас здесь видно. Может, давай сразу же переводить, потому что, мне кажется, да, да, давай тогда, наверное, да. Ты можешь переводить? Ну, я думаю, что ты, ну, какой смысл? Ну, я могу. Ну, да, и, и это, я просто, как бы, не читал предыдущие, немножко тяжело войти. Я понимаю, я понимаю, я понимаю. Но, но это объяснение, как этот мир ум получает, так сказать, то, это объяснение стоит в том, что вот этот мир ум получает влияние, свое богословение из высшего мира, как здесь написано. И, и это, и таким образом, если бы эта штука была бы устранена, то все бы было устранено. То есть, и, значит, но богословение не устранено, потому что мир существует, как мы видим. И, как бы, потому что весь наш мир, он существует за счет этого богословения. И тогда, когда был разрушен храм, я считаю вот здесь вот, тогда, когда был разрушен храм, то, а когда был храм, как я уже сказал, то при помощи храма богословение приходило в мир. Ну, когда был храм разрушен, то это богословение перестало приходить в мир со стороны храма. Однако мы видим, что не произошло того, чтобы в этом мире вообще перестало богословение. Мир приходит из высшего мира. И таким образом, по этой причине, видимо, произошло изменение в самом порядке распространения души. То есть она стала, теперь она все равно продолжается, продолжается при помощи вот этих слов, которые произносятся. Амен, еш мэраба и так далее. То есть говорение этих слов, которые, когда отвечают Кадиш, эти слова, да будет его имя великое, богосвоенного имя веков, это и есть источник, который приносит богосвоение в высший мир. А почему высший мир, это мы как раз изучали на предыдущем занятии, поскольку эти слова Кадиша, которые говорит, да будет богосвоение, аль-мэй-аль-мая, ну, нужно иметь в виду, просто в древнем иврите и арамейском тоже, но арамейском это двояко, ала-олам, это сначала обозначало не мир, а время, то есть будущее. И потом в мишнаитском и, ну, так сказать, тамудическом языке иврите, и в арамейском алам или аль-ма стал обозначать мир. И поэтому здесь возникает вот в этой фразе, которая сейчас у меня отмечена, вот она, значит, а нет, Кайда аль-ма, сейчас. Ну, да, здесь уже разбито, вот, вот это вот, значит, то есть тогда, когда, значит, эти слова имеют двойное значение. С одной стороны, они, значит, да будет богословенно его имя, как обычно переводят во веки веков, а другой перевод – это из мира в мир, то есть из нашего мира в мир высший, то, что здесь называется алам или ион. То есть, иными словами, это богословение не просто богословение, то есть оно, как бы, с одной стороны, вот за счет этих двух значений слова улам, и как вечность, и как мир, значит, получается, что это богословение, мы, как бы, переносим богословение в высший мир. И тем самым высший мир наполняется богословением, и дальше оно спускается обратно в наш мир и наполняет наш мир богословением. Это то, что описывает Маораль. И, значит, он говорит, что это продолжается, несмотря на разрушение храма, тогда, когда произносятся эти слова. То есть, когда люди собираются и говорят эти слова, да будет богословенное его имя, значит, в веки веков, то происходит распространение этого богословения на весь этот наш мир. То есть, мы в очень тревожное время живем, да, как вы сказали? Мы вообще живем в страшно тревожное время, да. Потому что это впервые, когда эта фраза не произносится. Она произносится все равно, конечно. Она, конечно, все равно произносится, но действительно вот такого массового ее произношения совершенно верно нет, и это очень любопытным образом отображается. Это, кстати, одна из причин, по которой я полагаю, с одной стороны, там многие такие ультра-ротодоксы, которые, значит, ну, отказываются не собираться в меняных, может быть, готовы даже умереть, чтобы все равно произносить эти слова, они в частности обусловлены вот этим вот мнением. Другое дело, что, собираясь, они одновременно занимаются распространением этого вируса. Вот, ну, я знаю, что большинство не собирается, но, тем не менее, значит, как-то это должно происходить, и я не исключаю, что есть какие-то закрытые группы, которые, да, собираются и готовы рисковать. Но при этом они должны быть другими. Я могу вам привести пример. Есть в Махонме, я знаю, где ученики живут внутри, они оказались в изоляции, потому что это как интернат. Может, в таких местах. Я тоже думаю, я тоже думаю, что в местах изолированных, собственно говоря, эти изолированные места, это очень интересно, что то, что сейчас происходит в таком массово-мировом масштабе, с ибреями происходило на протяжении всей истории последних двух тысяч лет. Они собирались вот в каких-то изолированных маленьких миньянов, в группках, совсем небольших, и в них как бы происходило некоторое действие. Не в храме, который как бы в понимании еврейской традиции носит всемирный характер, а именно в какой-то узкой маленькой группе. То есть, вот такая сепарация. И в этом смысле совершенно понятно, что состояние, в котором мы сейчас живем, оно прямо противоположно, так сказать, мессианскому времени. Оно, условно говоря, мессианское время, это время ригель, то есть собирание. А мы находимся во времени разделения сейчас. Я хочу предложить деструктивное объяснение. А чего от тебя еще можно ожидать? Потому что мне кажется, что в самой брайте, которая приводится, буквально мы видим, что эти слова, немножко измененным правдонусахом, говорит Батколь. И говорит в той ситуации, когда, естественно, никакого миньяна нет. Когда есть холлан, в который приходит, типа, бывший Коэн Гадоль, он там стоит один, и Батколь говорит ему слова «Еш-мей-раба». Вот у меня ощущение, что в той ситуации, когда люди не могут это сказать, то это говорит Батколь. Игорь, у тебя нет камеры, на твое лицо мы не можем видеть, это было приятно на самом деле. Вот, ну так просто. Вот, смотри, это очень интересная мысль, но я хочу с ней поспорить немножко. Дело в том, что, да, действительно, он буквальный текст, который приводится в Берайте, что Батколь сообщает этой Раби Йоси в момент разрушения. Но когда Раби Йоси выходит из этой руины, это происходит в руине. То есть, когда происходит... Это очень интересная мысль. Давайте попробуем пойти за ней. Дело в том, что как бы момент, когда Раби Йоси заходят в руины, это то, что произошло в Берайте, то, во-первых, он там слышит Батколь действительно, то есть голос выше, который говорит об этом, то есть, который воспроизводит это все. Но когда он выходит из руины, то к нему приходит Элияху и говорит, что на самом-то деле тогда всякий раз, когда евреи собираются в домах учения, в домах собраний и говорят эту фразу, то всегда Всевышний делает ровно то же самое, что он делал, когда Баткольн сообща в руинах. То есть, у нас есть, иными словами, три возможных состояния. Одно состояние – это когда храм на месте, все хорошо, нижние миры со своим богословением обращаются к верхним мирам, верхние миры, получая богословение с нижних миров, отправляют его вниз, и весь мир живет, в общем, хорошо, получая все это богословение. Это некое идеальное состояние, которое должно быть, значит, так сказать, в общий мир, все народы находят в состоянии мира, евреи живут в своей земле, восхваляют, дают свои богословения Всевышнему и тому подобное. Все народы на праздник Суккот тоже отправляют своих посланцев, я думаю, в Иерусалим, все очень хорошо. Теперь храма нет, все разрушено, все люди разделены, между всеми народами происходят войны. Значит, евреи находятся в рабстве у народов и вынуждены заниматься самими омерзительными вещами, ну или не всегда омерзительными, собираются в своих небольших миньянах в синагогах, в Бэтмидрашах, и все-таки там произносят эти слова, слова, которые они произносят, все-таки они не Батколь произносят. И тогда все тоже нормально, то есть наверх поднимается богословение, оно спускается вниз, ну в каком-то, видимо, очень ущемленном виде. Вот. И третий вариант, когда все совсем плохо, когда происходит разрушение полное и уже некому сказать эти слова. И тогда, и в какой-то степени жить, это похоже на нашу ситуацию сейчас, хотя все-таки не совсем. Я подозреваю, что, ну, например, в Советском Союзе жило там 3 миллиона евреев, а вот эти слова произносило, может быть, несколько десятков групп. Вот. То есть эти слова не произносятся. И в этот момент их произносит сам Всевышний. То есть он, то есть то, что говорит, сейчас нам сказал Исхак совершенно замечательно, это не Батколь говорит, а Батколь нам сообщает, что их говорит сам Всевышний. Я хочу сказать, что я сказал все наоборот, извини, что я понимаю. Ну давай. Мне кажется, что структура здесь, как-то сказать, такая с инверсией. Сейчас попытаюсь объяснить. Я думаю, что это очень важно, потому что это очень важно позиционировать самого Магараля. Мне кажется, что последовательность была следующая. Был некий храм. Идеальная ситуация это или нет, можно обсуждать. Понятно, что с нашей точки зрения она, безусловно, идеальна. Потом есть некая ситуация, которая, как правило, довольно короткая, которая называется хурва. Хурва, когда есть развалины в храмах, в которые еще можно войти. Ну, как бы это известно, там, комментарий на эту Брайту, что хурва, о которой говорится, это хурватабайт. Не обязательно так понимать, но можно так понять. В общем, короче говоря, есть какое-то место, вот эта самая развалина храма, она существует, она однозначно, она является фактом. Туда можно зайти, и там можно услышать Батколь. И после этого есть ситуация, когда еврейский мир организуется заново, возникает мир общин, ешивот, вне земли Израиля, где угодно. Хурвы при этом уже нет, мы вышли из хурвы. И встретили Илью пророка. И встретили Илью пророка, безусловно. Так вот, Магараль, безусловно, находится в эпохе, когда мы вышли из хурвы и встретили Илью пророка. Находится в эпохе, которая достаточно стабильная, тянущая, если может быть, чересчур стабильная. Тоже он там про это, и в Тиферат Асраиль говорит, и в Наса Асраиль тоже он про это немножко говорит. У меня такое подозрение, что вот в этой ситуации стабильности есть свои плюсы и минусы. Самый главный ее минус в том, что мы фактически потеряли ощущение того, что есть хурва. Мы построили мир, который уже после того, как мы вышли из хурвы. И в этом мире действительно евреи собираются в своих миньянах. Интересно, что эти слова говорятся именно в миньяне, не в Кагале, не, как ты сказал, там, в мессианские времена, когда Гегель, а вот миньян — это в каком-то смысле противоположность Гегель. Когда у каждой общины свой миньян. Возможно, ситуация, я не уверен, что мы там находимся, но геометрически она возможна, когда далее эта цепочка как бы начинает выворачиваться наизнанку и снова появляется ситуация, похожая на ту, которая была в начале эпохи. То есть снова возникает ощущение хурва, и снова становится понятно, что, в общем, миньян — это свойство стабильной эпохи, а в нестабильной эпохе какие-то другие правила игры играют. Это еще не Хегель, но уже не миньян. Вот такая картинка. Согласен. Нет, эта картинка, так сказать, действительно хорошая, потому что у тебя, получается, целых четыре, так сказать, ситуации описанные. Вот. Я согласен, что это, если говорить об актуалии, как бы именно исторической. Правда, это все-таки не этот текст. Тот текст, который мы сейчас учим, немножечко о другом. Но давайте, может, чуть-чуть вернемся к этому тексту. И, Игорь, если ты чуть-чуть почитаешь, я не против того, что читаю так же Минахим, но кто-нибудь просто это очень сильно поможет делу, потому что... Ну, неважно. Минахим, значит, просто я хотел бы вот этот абзац, я хотел бы быстро. Я не хотел бы записать немножечко, потому что хочу закончить сегодня вот этот кусочек. О каких двух богословениях здесь говорится, о восхвалениях? О восхвалениях этого мира и восхвалениях грядущего мира, и высшего мира. Какая строчка? Какая строчка? Это вот конец того, что вот здесь. Он говорит о двух восхвалениях. Если я правильно понимаю, речь идет о двух восхвалениях. Если я правильно понимаю, это восхваление, которое идет с нижнего мира в верхний, и которое приводит верхний мир к состоянию тоже восхваления, и восхваление, которое идет с верхнего мира в нижний, и за счет которого нижний мир, так сказать, существует. А где ты видишь с верхнего в нижний? Ну, вот, как бы, я вижу один это Кадиш, второй это Бабарху. Что? Ну, я смотрю в Астиньем, да, на вскоре Бабарху, да? Ну, Варех, как говорят, Бабарух, Шмарараба, да, это значит, когда отвечают, когда говорят Бабарху перед Шмараром. И я не вижу, какой из них двух ты говоришь, мне кажется, они оба, как бы, скорее, как бы, снизу вверх. Вот, собственно, что я спрашиваю. А какой из них сверху вниз? Там, где Бабарха, там сверху вниз, там, где Душа, там снизу вверх. Вот я тоже так понимаю. Очень интересно. Окей. Ну, по крайней мере, такая логика, такая логика здесь, мне кажется. Вот. И, значит, логика здесь, как бы, ну, мы действительно можем сейчас пока остановиться на том, что существует, условно говоря, четыре варианта, которые, значит, источниками, так сказать, этой святости является в одном случае нижний мир в своем сильном проявлении, когда есть храм. Верхний мир, когда храма нету, и Всевышний на своем троне, там, говорит, это состояние, так сказать, некого отчаяния, значит, что вот я разрушил мир, там, и так далее. Это мир беды, мир хурбы, мир разрушения и бедствия. И тогда только Всевышний говорит это наверху, и тем не менее, видимо, какое-то влияние все равно в нижний мир происходит. И третий вариант, это вариант, когда евреи собираются во всяких синагогах и так далее, и свое что-то говорят, и все равно все происходит. Но, видимо, это не совсем то, что, как Игорь предположил, хотя в этом тексте этого нет, есть, опять-таки, это в этом нету тексте, мир, в котором мы живем, когда не то, не понятно что. То есть храма нету, синагоги тоже закрыты, вот, но... Почему? Я думаю, что вполне понятно, по крайней мере, из того, что я предлагаю, я все время перебиваю. Поясни, поясни, поясни. По-моему, это, наверное, очень схематично так, но мне кажется, что это больше похоже на историю номер два. Только не до меняна, а после меняна. То есть это снова состояние, когда вот Раби Йоси входит в хорву. Вот состояние метастабильное. Есть, скажем так, есть два стабильных состояния и два переходных. Вот метастабильное состояние это одно, в которое есть Гегель, второе, в которое есть Миньян. Магараль находится, безусловно, в эпохе, в которой есть Миньян. Ну да. Переходные состояния, которые, вообще говоря, Магараль не очень любит. Он вообще, ну как бы, всегда для него то, что стабильно и постоянно, оно несет на себе отпечаток божественности. Ну, потому что он перипатетик. Ну да. Вот. Чтобы он был здоров. А переходные состояния, они именно те состояния, в которых вот такая вот сингулярность, в которых есть ощущение хурвы, потому что, ну да, потому что все нестабильно. Но проблема в том, что бывает переходное состояние из Ригеля в Миньян и бывает из Миньяна в Ригель. Но про него ведь Магараль нам ничего не говорит. Правильно понимаю? Про него нам вроде бы здесь Магараль ничего не говорит. Хорошо. Ну, давайте мы почитаем дальше, потому что мне кажется, что пока анализ, если у кого-то есть замечания, вопросы, я очень прошу включаться. Но, значит, мне кажется, что пока что картинка более-менее понятна. Вот. Давайте почитаем здесь. Вот, Минахим, вот следующий абзац я его открыл сверху. Вальзе никну элу бейт шваким. Вальзе текну элу бейт шваким. Впракет в лешон армии, כי лешон армии ино מכלל 70 швейнот מיוחדים לכל мах мах пакет Am Вальзе ино Вальзе лешон кое-какет лешон кое-какет лешон мيуч в кухне швейнот путешественникам лешон мах мах ино — Ты хочешь, чтобы я переводил? — Ну да, давай, будет проще, да. — Да, тогда уж лучше Петчерский пускай переводят. Ну, хорошо, я могу. Значит, и по этому поводу, значит, постановили эти именно два восхваления на арамейском языке. Все-таки, видимо, два восхваления, это внутри самого это, видимо, для этого мира и для иного мира восхваления, ну, произносится снизу вверх, то есть, видимо, прав. Вот, потому что все и то, и другое происходит на арамейском языке. А арамейский язык, он не включен в состав 70 языков народов мира, среди которых каждый относится к какому-то конкретному народу. и поэтому, как мы объяснили, это выше, чем то восхваление, которое достигает этого высшего мира. А, нет, мы выше объяснили, что именно это восхваление, оно достигает высшего мира, восхваление на арамейском языке. То есть, если я правильно понял, что на арамейском языке восхваление как раз нужно делать в ситуации, когда храма нет. То есть, вот в ситуации, когда есть храм, то... Он в себя включает все, и он не включен ни в какой в один, то есть, он не является каким-то одним из специфических языков, и поэтому следует восхвалять именно на этом языке, значит, который не является особенным. И они следуют благословлять на языке святом, который... потому что святой язык, он является тоже особенным языком. И когда... действительно так... И все остальные языки, которые существуют в мире, они особенные, кроме арамейского языка. То есть, иными словами, арамейский язык, он общий, он не относится ни к какому конкретному народу, ни к евреям, ни к народам мира, и именно его нужно использовать, а сейчас мы поймем почему, для этого богословения, к которым произносится вот это восхваление, которое идет из Нижнего мира. Оба восхваления. Правильно? У кого-то есть замечания? Нет, замечания нет, а понимание? Нет, ну понимание пока очень простое. Значит, то, что... значит, он говорит, что это восхваление, которое поддерживает мир во времена, которых мы сейчас описываем, это восхваление происходит на арамейском языке. Почему он... это еще объяснит, но суть ситуации стоит в том, что арамейский язык, он не является ни одним из языков мира, и не... в отличие от того, что он на кодыш, который является тоже не включен в число 70 языков, но, тем не менее, это тоже особенный язык. И все остальные 70 языковые особенные, каждый относится к какому-то народу. А вот по какой-то причине нужно произносить это восхваление, которое идет сверху вниз, два восхваления на арамейском языке. Арамейский язык был международным языком в то время. То есть он был язык, то есть на котором писалось, допустим, в Персидской империи. Поэтому, естественно, вполне, что он не относился никакому конкретно. Это был международный язык. Как в Средние века латинский. Окей, это... Спасибо, Саша, за замечание. То есть арамейский язык, это некоторое спиранто, это общий язык, такой как бы всемирный язык, как бы... И поэтому он как бы включает все языки, если я правильно понимаю. Но при этом не так, как Вашона Кодыш, который тоже включает все языки, но он является особенным. А этот язык общий. Окей? Ну, давайте дальше почитаем. Вера, מה שאמר Аמן, יש шума Раба, д'אקта. 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 Д'אקта, да. Он метني, כי рауи זה, л'אגדה. Шея Тורה. Коя льдая Кодыш, шоу... אחר התורה, шоу אחר, התורה בפרט, есть л'אדם דביקות יותר, על льды Кодыш, шоу אחר התורה. עד שמלי הברכה והקיום מעולם על יום. וכן יש במדרש, עם קודשמוי נמיש, לדבי עמים ניספו עם אלוקי אברהם וכו'. מאוד נעלה. אם מתי שמו של הקדש ברוך הוא מתעלה בשעה שישראל נאספים לבתי כנסיות, בתי מדרשות, ונותנים שבח גדול לקדש ברוך הוא. אמר רבי שמעאל, באותה שעה, כששומעים אגדה, מפני חכם, ואחר כך, עונים אמן, יש שמה רבא, באותה שעה, קדש ברוך הוא, שמח, ואמר למלכי השארת, בוא ראו, עם זו, שיצרתי בעולם, במה אין, משאבכים אותי, באותה שעה, מלבישי נקדש ברוך הוא, ועדר, ולקח נעמר, ורוב עם, עדרת מלך, עד כאן. Okay, давайте это переведем, действительно, вот, такой вот, такой вот, новый поворот нашего сюжета, но очень неактуально. Okay, Игорь, ты еще не готов переводить? Ладно. Значит, и посмотрим, что сказано, вот эти слова, которые говорится, значит, вот это вот, אמן, שמי, רבים, ורח, и так далее, после чтения пасхальной годы. То есть, когда ночь Песха собираются все семьи и читают пасхальную году, вот, и чтение, пасхальная годы, значит, произносятся эти слова снова, то это потому, что они соответствуют смыслу агады. То есть, агада, она, она, как бы, нуждается в этих словах. Почему? А потому, что она есть тара. Потому что агада, это просто то же самое, что тара, в каком-то смысле, ну, вот, в микроскопическом варианте. И именно посредством ее, посредством кадишек, которые произносятся после тары, и происходит то, о чем мы говорили. То есть, происходит прилепление человека которое происходит за счет того, той святости или кадиша, которую он произносит после изучения торы. То есть, если немножечко прояснить это, мы говорили, что вот в этой цитате, которую говорит пророк Илья, что это когда они собираются Батей и Медрашот, изучают тору, Батей и Медрашот, Батей и Медрашот, то как бы оказывается изучение торы не само по себе здесь важно, а то, что оно порождает эти слова. Эти слова, то есть, само изучение торы, оно порождает богословение, которое происходит из нижнего мира в верхний мир. И как бы после изучения торы тоже произносят эти слова. И сейчас я, сейчас я, извини, Игорь, я просто закончу сразу, после этого, пожалуйста, все опровергай. Вот. Значит, когда учат тору, то, когда заканчивает какой-то кусок там, талмуда или что-то, произносят кадиш с этими словами. И таким образом получается, что вознесение богословения из нижнего мира в верхний мир происходит за счет того, что произошло внизу изучение торы, и в результате произнесения этих слов богословение происходит, поднимается с нижнего мира в верхний мир. И то же самое ровно происходит во время чтения пасхальной годы, когда они собирают в своих домах читают пасхальную году, и после этого произносят эти слова, и происходит это, потому что это то же самое, как тора. Да, Игорь. Я хотел сказать, что ты здесь несколько раз сказал слово благословение. Это очень опасно, потому что обычно слово благословение это русский перевод слова браха. Да. Он здесь говорит шевах. Разница, как между государем милостивым государем. Окей, восхваление. А почему тебе кажется, что это одно другому противоречит? Потому что браха, так же как душа, это очень техническое слово. У него очень четкий смысл. Вот через пару строчек дальше мы это увидим. И здесь он не говорит про браха. Он говорит про восхваление, да, шевах. А вот что такое браха, мы сейчас должны узнать. Ну, хорошо, отлично. Значит, то есть, я согласен с этим замечанием, чем точнее, тем лучше. Значит, то есть, происходит именно восхваление, но дело в том, что восхваление в этом самом шевах, это тоже страшно важное понятие, которое, как бы сказать, отсутствует в современном лексиконе. То есть, если браха, то есть, богословение, мы, по-русски богословение это есть шевах, действительно, здесь возникает такая проблема. Значит, если именно восхваление, которое исходит из нижнего мира в верхний мир, привносит некое влияние, которое потом приходит из верхнего мира в нижний мир, то это, конечно, вот устройство космоса, как его описывает мораль. Но что это за восхваление из нижнего мира в верхний мир, это как раз вещь, которая, мне кажется, не очень понятна в современном лексиконе. Само это слово, шевах, этимология, кто-нибудь может хвалить? Но какие-то связанные слова есть, чтобы мы поняли глубже его смысла? Какие-то однокоренные слова? Имя есть такое, шевах? Я не знаю, Игорь, что-нибудь можешь сказать? Это может вопрос ко всем, не только политичный мост. Ну, можно сказать, например, что обычно жития на еврейце называют словом швахин. Ну, такая и на, извини, и на нормальных языках всех также, а география. Да-да-да. Ну, а география, а география, там имеется именно аспект святости, а в слове швахин? Да-да-да, да-да, да-да-да. Я плохо услышал. От какого слова? Ну, это, я сказал, Игорь, в общем, со мной не согласился, я сказал про географию. Я этого слова просто не знаю. Ну, хорошо, это значит святое. Это философы, наверное, знают такие умные слова. Святое по-гречески, да, агиос. Это святость. Но это некоторое священное действие на самом-то деле. Это не совсем святость. А в простом языке не используют это слово? В повседневном нет однокоренных слов? Шевах? Да. Почему нет? Есть Шевахим, Мишабеах, хороший, хороший, славный. А, Мишубах, улучшен. Мишубах. Да. Я Мишубах, да? Да, 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 Мишубах. В Мишне, когда говорится о добавочной стоимости, используется тот же самый корень. Открытый. То есть вопрос полуоткрытый для меня остался. Окей. Мне кажется, что этот вопрос очень интересный. И давайте его, вынесем за скобочки, потому что понятие восхваления в принципе одна из точек зрения вообще, что мир создан для того, чтобы он сумел восхвалить Всевышнего. Но я говорю еще раз, что в современном лексиконе это не очень понятно, что это все значит. Вот. Как бы значительно бы лучше понятно, что вот идет какое-то влияние снизу вверх, то есть люди вот богословляют Всевышнего. В этом смысле я слово богословение не случайно использовал. Хотя Игорь прав, что врага это что-то более другое. Я бы все-таки слово шевах перевел как богословение, а вовсе не как не брохо, а именно шевах перевел как богословение. Ну да, если ты согласишься слово браха переводить как плерома, тогда можно. Ладно. Как что, как что? Ну, плерома. Значит, давайте мы, я соглашусь, но давайте мы сейчас не будем уходить в, так сказать, лингвистические или там не знаю какие-то такие студии, потому что очень хочется вернуться к тексту. Для меня это не совсем лингвистика, для меня это процесс почувствия, что я должен ощущать, когда это слово слышу. Это слово обозначает хорошо это хвалить, это значит, что люди радуются Всевышнему, то есть они как бы из Нижнего мира вот произносят то, что говорит слава Богу, да? Это как человек, который вкусил очень хорошее вино и он делится этим удовольствием, этой радостью, которую он почувствовал, когда он его, ну, это как раздаленное, он чувствует, он делится вот этим наслаждением и радостью, которая от мысли о Всевышнем у него есть. Пожалуйста, если вам так нравится, значит, важно, что это те слова, которые идут снизу вверх, слова восхваления, они, так сказать, являются, ну, вот я, раз уж вы так настаиваете, воспользуюсь своим любимчиком Францем Розенцвейгом, он это использует, он анализирует это понятие, понятие, ну, у него вообще как бы идет такая литургика очень интересная, и он говорит о своем признании, мы как бы своими словами признаем мироздание, как оно создано, как бы, как оно, признаем Всевышнего, признаем Всевышнего как источник этого мироздания, и тогда он может осуществлять свое влияние, если мы его не признаем, то он должен скрыться, спрятаться, и мир перестает исходить влияние в нижний мир, а если мы его типа признаем сверху, снизу, значит, и таким образом своим своеобразным влиянием, словесным, потому что язык, он перформирует, он, он как бы, он создает, в некотором роде мы своими словами создаем высший мир, и тогда этот высший мир может влиять на нижний мир, из него может спускаться влияние в нижний мир, это то, о чем сейчас здесь идет разговор, но я хотел бы вернуться к тексту, с вашего позволения. Можно я еще маленькую ремарку ставлю, просто про арамейский язык я немножко подумал, что на самом деле мы говорили в Праге, уже арамейский не был, по крайней мере, в Праге и в окрестностях международным языком, я думаю, что вокруг Праги не очень много людей было, кроме евреев, которые говорили на арамейском, и поэтому получается, что арамейский как бы не чей язык тоже, но по противоположной причине, что с одной стороны он как бы еврейский язык, потому что никто, кроме евреев, здесь на нем не говорит, а с другой стороны не еврейский язык, потому что это не лошон, а кодыш, а какой-то чужой для евреев язык. Вась, спасибо большое, я думаю, что вы тоже, и ты тоже прав, вот, то есть это действительно как бы тут важный момент, разумеется, во времена морали на арамейском говорили еще меньше, чем на иврите, надо полагать, на иврите говорили все-таки простые люди, сравнительно, а на арамейском все-таки говорили уже каббалисты, и, так сказать, уже люди совсем, или это мудисты, совсем ученые. Вот, все верно. Давайте мы сейчас вернемся к тексту, вот, значит, нашему... Ладно, я просто по поводу арамейского хотел добавить, значит, во-первых, по нему, наверное, до сих пор говорят еще есть, есть несколько общин с сирийцами. Да, сирийцами. Люди, которые просто, чтобы их называли армяне, а не арабы. Нет, я... А во-вторых, я думаю, что это традиция, которая осталась со времен тогда, когда бы большинство населения, большинство арамейского населения жили в Персидской империи. Саша свою линию продолжает, вполне справедливо, вот, все отлично. Действительно, и то, и другое правильно, но в разных немножечко аспектах. Давайте мы все-таки вернемся к тому, что как реагирует на это Раби Шмаэль, потому что у нас сейчас пока что возникла очень важная мысль, которую мы, в общем-то, пропустили почти что, а именно, что чтение Пасхальной годы это то же самое, что чтение Тары, и она создает тот же самый эффект, то есть эффект восхваления, который происходит из нижнего мира в верхний мир. Значит, и это как бы та точка, от которой я произошла, поэтому мы рассматриваем почему-то и Пасхальная года, и Тара читаются на иврите, а восхваление произносится на арамейском. И вот что у нас сказал Раби Шмаэль, что в тот самый час, когда слушают Пасхальную году перед мудрецом, который читает Пасхальную году, а после этого отвечают вот эти слова «Амен еш мэр Аба», то в этот самый час Всевышний радуется. Вот это как раз то, что я сказал. Мне кажется, что смысл этого восхваления, это смысл порадовать Всевышнего, то есть сделать так, чтобы он возрадовался. И они огорчался, потому что, вот это, кстати, очень интересно, я не думал об этом, что то, что говорит пророк Илья, что Всевышний как раз ужасно расстроен вообще состоянием мира. Он очень страдает от того, что вообще в мире происходит. Но в момент, когда они читают о году, и они читают о году в довольно тяжелом состоянии, потому что они чувствуют себя в Египте, выходящими из Египта, и они читают о году, и после этого произносят эти слова, и Всевышний радуется. Читает хахам, это имеет какое-то значение? Не знаю. Ну, хахам, я думаю, что это Майораль так считает, что хахам читают. Наши времена обычно там. Я не знаю, я думаю, что времена Майораля в основном читали в пасхальном году, так сказать, такие грамотные, ученые, люди, в наше время читают как раз все. И он радуется, что он создал этот самый мир, который восхваляет меня, и в этот час сам Всевышний одевается в одеяние славы и красоты. и поэтому сказано в Мишлей и тут очень важная мысль, очень важная мысль, притча сказана в множестве народа прославляется или украшается царь. Множеством народа прославляется царь. То есть отказывается, я сейчас хочу это дочитать, вот этот кусочек доперевести, чтобы мы могли обсудить, потому что здесь очень, по-моему, страшно важная вещь, и она странным образом действительно находится перпендикулярно современному нашему положению. Ты сам потом свяжешься и сам все хорошо. А, что-что? Кто-то хочет сказать? Скажите. Ладно, я тогда продолжу, но я действительно прошу, когда я сейчас дочитаю этот маленький, доперевожу этот маленький кусочек, включаться и говорить. Итак, что здесь происходит? Что как бы тут он проводит такую мысль, что вот народ собирается ночью в пасхальном седере, читают пасхальную году, слушают, точнее, как Хакам читает это пасхальную году, потом они все говорят, это, что мы раба, и Всевышний радуется этому и получает от этого большое удовольствие и говорит, хорошо, что я создал этот мир. Вот, и одевается в одежду славы и в одежду красоты. И дальше делает совершенно фантастический, по-моему, вывод, именно об этом сказано Мишлей в множестве народа украшается царь, множество народа украшает царь. То есть, именно то, что множество народа, которое прославляет этого самого царя, вместе царь украшается. То есть, иными словами, как раз это собрание, хотя храм разрушен, геля нету, народ не собирается, а собираются они где-то, кучкуются какими-то маленькими группами во время пасхального седра, и все равно это работает. Работает это не как что иное, как тот же самый гель, то есть, собирание народа. И множество народа украшается царь, и это говорит о некоторой невероятной важности самого собрания, то есть, встречи, когда все собираются для того, чтобы читать Тору и прославлять небеса. и дальше он говорит такую вещь, да, и что это есть особенность для ступени Торы, которая также относится к верхнему миру, и поэтому а, это мы не переводили, или даже не читали, от Кан, от Кан, то есть, множество народов говорит, ну, есть вот высказана некоторая мысль, то, что собирание в нижних мирах людей даже небольшими группками для изучения Торы и прославления, оно как бы работает, как если бы был храм, хотя, может быть, не совсем так. Можно техническую поправку? да, пожалуйста. Значит, агатта, о которой здесь идет речь, это, конечно, не пасхальная агада, которая вообще всегда называется агада, а это любая дроша, и поэтому понятно, что ей говорит хахам. Вообще, это цитата из Гемара. В самом конце соты есть вот эта самая фраза про два благословения к душа к души десидра и агатта. Агатта это дроша, который говорит хахам в синагоге и все потом говорят радостно после этого кадиш. Ага, ну, спасибо, то есть, ну, я, тем не менее, отказываюсь от предыдущего смысла, который, может быть, не совсем прямой по поводу агадты. Вот, не, ну, конечно, ты прав, потому что речь идет все-таки действительно об этой мидрошот, где и произносится это агатта. Вот, но я хочу все-таки посмотреть, как, значит, какое идет объяснение этому. Вот тебе это объяснение именно этого восхваления, что это есть богословение миров Ольме Альмая, которое именно специфически относится к ступени Тары, и которое также относится к ступени высшего мира. И, как мы это объяснили тебе, это то, когда говорили о том, что необходимо дважды говорить на иврите и один раз на арамейском языке, то есть два раза микра и один раз торгум, как это объяснено, видимо, в книге Теперет Сраэль. Ну, это просто отсылка в данном случае. Илья, вы могли бы не отмечать текст, но просто водить мышкой по тексту. Да, я буду водить. Это очень помогает. Не нужно отмечать его другим цветом, просто мышку ставить в то место, где вы находите. Хорошо. Давайте мы сейчас опустимся к этому тексту, который я сейчас поднял сверху на странице. Почитаем это. Ну, вот, еще, то, что нужно понять еще. Минахим, ты читаешь? Вот. Я вен от ки и шне дворин а ехат бобраха ва шеник душа. Ки негат кадош ва барух. и ках мазкир тхина седра декдуша ва минахима рабха и мебарах дагатта. Их шни дворин въехать. Эм седарим седарим לעולם הזה. Кал- кедоша есть לעולם הזה дебекут ва милион. Шук кадош. Неках он мебарах милион. Шук барах мебарах לעולם алмайя. Касер мебарах мебарах так. Мне кажется, я что-то пропустил важное. Но я имею в виду пока имею в переводе. Давайте сначала перейдем это, потому что я хочу немножечко вернуться, потому что некий важный очень кусочек мы пропустили. окей. Значит, здесь как бы разъясняется, что за две вещи. Я повторяю мою просьбу, если можно. Хорошо, хорошо. Я отмечать не нужно. Вот я обозначил не нужно, не нужно. Не отмечайте, просто двигайте мышкой. Ну, я не умею так, ну, простите. Я двигаю глазами. Я ответил, вот, ответил, я так не умею, я не читаю текст вот так, я читаю сразу же, я смотрю на страницу и вижу сразу весь текст, извините. Я не читаю глазами. Вот. Вот эти две вещи, которые было сказано, одна из них это браха, другая душа, то есть богословение и святость. И это есть те две самые вещи, которые включены в это богословение, гейш, мэраба, потому что это кедуш и барух. Кадош и барух. И они как бы упомянуты в самом начале вот этого богословения, которое называется «гдуша». «Вээмен еш мэраба мэварах да гадта». То есть мы сейчас рассматриваем именно то кадиш, которое читается после изучения Торы и который сочетает в себе эти два смысла, то есть смысл святости и смысл значит богословения Плеромы. Вот. так обозначаю здесь дальше. Вот. И эти две вещи они специфические для порядка этого нашего мира, ибо посредством святости этот мир прилепляется к верхнему миру. То есть что такое святость? Святость это есть не что иное, как способ прилепления нижнего мира к верхнему миру. То есть когда нижний мир становится святым, он как бы связывается с верхним миром. И это есть кедуш. И поэтому он приобретает святость, приобретает богословение из высшего мира, нижний мир, за счет святости. Вот. И поэтому он говорит богословен леулам аль май аль май а то есть во веки веков, то есть высшие миры. И это тогда, когда храм был на месте, Каяшер бит амикдаш ая каям в этом мире. Тогда происходило богословение высшего мира при помощи святости, которая находилась в храме, потому что храм это и есть святилище. То есть сама святость, которая происходила в нижнем мире в храме, она поднималась в верхний мир и за счет этого верхний мир наполнялся этим богословением, которое пускалось в нижний мир, еще чего он и существовал. И за счет этого нижний мир прилиплялся к верхнему миру. однако, когда нету мира, нету святилища, нету храма, то что же тогда делать, что же происходит? И тут мы сталкиваемся, мне кажется, с ответом, который дает морально вопрос, который он поставил в самом начале, что же изменилось в мире, в котором разрушен храм, потому что должна быть все равно, чтобы мир существовал, необходимо, чтобы святость, чтобы богословение спускалось с верхнего мира в нижний мир, то для этого нужен человек. Значит, то есть, тогда, когда храма нет, то, я прочитаю на иврите, то есть, иными словами, когда нету храма, то нужен человек, который... Мухараль с тобой не согласится. Я думаю, что грамматически здесь надо перевести так. Это иврит раввинистический, не совсем грамотный. Когда нету храма, тогда человеку, тогда человек нуждается в к душе де Сидра, в седр к душе. Не то, что человек нужен, а человеку нужна к душе де Сидра. Окей, смотри, значит, я, значит, готов поспорить не только с тобой, но и с Магаралем. Вот, потому что, значит, здесь порядок освящения, то есть, как бы, есть тот порядок освящения, когда есть храм, который стоит в самой деятельности храма. Сам храм является Мигдашем, и он сам своим собственным действием производит освящение верхнего мира, и дальше все работает, как мы сказали. Но когда храма нету, то здесь, ну, мне кажется, царь Гадам Эль Седр к душа, можно это перевести как то, что человек нуждается в порядке освящения, или... Седр душа, это технический термин здесь, это к душу Седр. Ну, окей. И... И что, давай... Ну, хорошо, давай я объясню, как я понимаю, а ты объяснишь, как ты понимаешь это, потому что для того, чтобы происходило прилепление верхнего мира к нижнему миру, и таким образом верхний мир мог произносить, производить свое влияние с верхнего мира в нижний мир, спускающееся богословение, которое позволяет нижнему миру существовать, для этого необходима вот эта вот работа, которая происходит в нижнем мире, когда люди собираются и произносят эти слова, значит, добудет имя богословенное и так далее, что за этими словами скрывается, это отдельный вопрос, значит, но это ты называешь к душу Десидра, то есть порядок произнесения к души во время молитвы или чтения Тора и так далее. Ну, это часть молитвы, это то, что в соте написано, что есть два ключевых момента, один это к душу Десидра, а второй это когда Кадиш Дарабанан после Драши. Душа Десидра это вот та часть, которая есть что-то, что в конце молитвы и есть что-то, что после Драши. Так. И вот они работают на пару. Я сейчас не про свое мнение говорю, я просто пытаюсь прочесть Мухараля грамматически правильно, всего-навсего. Я с этим не согласен, но это не важно. Хорошо, хорошо, хорошо. Нет, объясни это, недостаточно прочитать. Это нужно объяснить немножко, потому что что скрывается за каждым из этих, как вы говорите, технических терминов, и что такое Альдзе Кай Альма, на этом существует мир или на этом держится мир или что? Я думаю, да, я думаю, что мир, безусловно, держится на том, что есть душа и есть браха. И если бы их не было, то мир бы перестал существовать. Но в разные эпохи они есть по-разному. Так. Когда существует храм, судя по тому, что Мухараль пишет, вот эта душа и эта браха, они являются чем-то постоянно действующим. Когда храм разрушен, то они каждый раз являются новостью. И эта новость, она возникает, ее люди приносят за счет того, что, как сказано в Гемаре, и то, что он, собственно, всю эту главу он строит вокруг этого места Иссоты, что есть все время у нас в наших действиях то, что происходит после молитвы и то, что происходит после дроши. После молитвы происходит текст, который мы называем «К душа де Сидра», который «Кадош, Кадош, Кадош». А после дроши происходит Кадош де Рабанан, Ейшме и Раба. И у нас мы вынуждены это каждый раз, или мы удостоились, каждый раз это делать как бы заново. В храме это было постоянно. Скажи, пожалуйста, вот это «К душа де Сидра», как она относится к Гейшме, Раба, Маварах? То есть, вот как эти два, две вещи, о которых он здесь говорит, осуждает, как они относятся друг с другом? То есть, значит, ну, грубо говоря, какой смысл, значит, потому что здесь так я понимаю, Гейшма, Раба это Браха, Маварех, значит, а К душа де Сидра это К душа. Вот. И как они относятся друг с другом? То есть, они друг друга дополняют, это я понимаю. То, что есть разные ситуации. Я еще раз настаиваю на том, что вот эта фраза, которая у меня отмечена, значит, то, что когда нету храма, то, ну, тут сказано царих, действительно, это фраза, я не буду спорить с Игорем по поводу того, что царих Адам Эль Седра к душа, это правильно, потому что, действительно, человек нуждается в этом порядке души. Вот. Но, когда храм есть, то человек не нуждается в порядке этой души, потому что это происходит само собой. Ну, я не уверен насчет само собой, ну, во время службы храма, можно говорить, если хочешь, то можно говорить про Тадир Ваен-Но-Тадир. То есть, когда храма нет, это Ваен-Но-Тадир. Смотри, мне кажется, здесь прямым текстом сказано, вот эта простая вещь, которую сейчас я отмечу, это только что мы читали, по поводу того, что царь восхваляется при помощи третя строчка снизу от абзаца. От абзаца три строчки. Не-не, вот есть абзаца? вот то, что я отмечу. окей. Да, окей. Значит, то, что происходит Барулаама. То есть, здесь проводится некоторая мысль. Мне кажется, здесь, я так, по крайней мере, читаю все вместе в целом, его идею, которая излагает, то есть, он пытается объяснить, в чем происходит различие эпохи, когда есть храм, и когда нет храма, что когда есть храм, то, в общем, храм работает, освящение происходит, как это происходит и так далее, здесь не обсуждается, но, по крайней мере, в любом случае, связь между верхним и нижним миром случается при помощи храма. А когда храма нет, то мы нуждаемся в вот этих ботей Медрашот и ботей Кносио, то есть, в группах людей, которые изучают Тору и благословляют Всевышнего, и тогда, в этих собраниях происходит украшение царя, то есть, царь становится царем за счет этих собраний. То есть, все-таки, Бог нуждается в человеке в этот момент, в том, чтобы он собирался и все это делал. То есть, я именно так понимаю в целом ту картинку, которая сейчас у нас получилась. Игорь, ты со мной не согласен? Я, нет, для начала я хочу махарально понять. Мне кажется, что, когда есть храм, там он тоже нуждается в человеке, но немножко в других аспектах. Если он здесь, в этом месте, он про это ничего не пишет, по-моему, в Тиферет Исраиле он про это пишет. Когда есть храм, есть митсват Реия. Там тоже есть необходимость в человеке, чтобы прийти и видеть лицо Адон Ашем. Это есть тот самый Гель, в частности. Это есть тот самый Гель, вот, это тот случай, когда Ашем называется словом Адон, в Хумаше, редчайший случай. Вот. А когда его, когда храма нету, то Реия отсутствует. Остается Шмея. Тоже важная штука. Ну, окей, да. Это интересная тема, но это, я даже не против того, чтобы это как-то немножечко обсудить, но я хочу, как ты говоришь, сейчас сначала немножечко понять все-таки, что говорит Маораль. Вот. То есть противостояние Шмеи и Реи можно здесь вычитать, действительно. Про Рею здесь он не говорит, но про Шмею говорит. Вот. И здесь то, что я, что мы пропустили, я хочу немножечко тоже это дополнить. Значит, Медраж который мы читали, даже переводили на Девая Амим на Аспу и Малаке и Еврагам вегомар вегомар меот на Але и Матай шмо шелек а дожбаргу да, этот кусочек мы пропустили. Митале бешаш Исраэль эсфим лебатэйк наси йот батэйм и Медрашот вэнатним шевах лебаташ барагу. Вот мне кажется, что этот кусочек нужно восполнить, потому что это важно. И это как раз очень хорошо сочетается с тем, что только что говорил Игорь, а именно, что когда происходит собрание в этих батэйм и Медрашот тоже, значит, и это само приводит к тому, что идет прославление из нижнего мира в верхний мир, и значит, и все-таки я хочу к этой статьи из Миш, значит, то, что тут написано богородные народы присоединяться к богу Авраама и так далее. Здесь вот эта фраза, которая на самом деле из Псалма значит, 47-го, эта фраза на самом деле очень двойственная. То есть, здесь сразу же два смысла берется, потому что есть слово наиспу, а именно собираются. Вот это самое собрание, потому что я хочу еще раз, я согласен с идеей Игоря, что есть два типа собрания, собрание видения, собрание слышания, но для начала давайте поймем, что вообще есть собрание. Собирание, которое здесь говорится, именно собрание народа прославляется царь, собирание, оно происходит, это не просто собрание, потому что бывают собрания, которые собрания злодеев и так далее, собрания этих, как их называют, насмешников, а есть собрание, благородное собрание, которое надевей амим не спу им лавей авраам, благородные народы собираются с богом Авраама, и здесь речь идет о двух разных вещах, потому что надевей амим здесь, с одной стороны, это сами евреи, которые собираются быть в мидрашах ради того, чтобы заниматься богом Авраама, то есть изучать Тору и православляя Всевышнего. С другой стороны, здесь говорится, что происходит эта цитата, которая подробно как раз обсуждается в той самой хагиге, которую мы начинали, а именно, что народы мира, они присоединяются тоже к этому собранию, то есть происходит то, что происходит в храме, то есть в храме, когда все приходят в храм на эту самую райю, то, по крайней мере, хагига это трактует таким образом, что в этом участвует весь мир, то есть иными словами богословения идет снизу вверх от всего мира, значит, но интересным образом, когда происходит бейт-мидраше, изучение Торы, то тоже происходит богословение от всего мира, и мне кажется, именно поэтому используется слово Адам, когда говорится, что для этого Адам должен произносить эти самые сидр-дэк-душа, вот, то есть происходит собирание вокруг Торы, я хочу подытожить некоторые вещи, получается, что существует два типа собирания, одно собирание храма, когда благодаря храму собирается народ в Иерусалиме, и там происходит это самое действие, которое приводит весь мир в движение, переводит небеса, которые получают свое влияние с нижнего мира, и таким образом они передают его обратно в нижний мир за счет этого существования, это ситуация храма. Другой случай собирания происходит внутри Торы, когда собирается, может быть, даже маленькая группа людей, которые просто сидят и изучают институтуру, и все равно восхваление переходит в верхний мир, и все равно происходит то же самое. И поэтому, мне кажется, тоже говорится там то же самое слово «Адам» внизу, когда мы говорили, потому что речь идет в данном случае не только об евреях, а о человеке. со мной кто-то не согласен. Игорь не согласен с тем, что «Моораль» имеет в виду именно это. Давайте попробуем уточнить все-таки, что же имеет в виду «Моораль», потому что мы, в общем, прочитали более-менее всего «Моораля». Игорь? Меня не слышно? Я не знаю. У меня сильное подозрение, что для «Моораля» в состоянии галута как бы сказать мягче, что человечество становится интересным и актуальным, когда возвращается храм. А пока храма нет, существование человечества типа условное, не очень интересное. Ну, в какой-то степени я с тобой согласен, потому что получается, что когда бейт-медраж собираются изучать Тору, то уже человечество там присутствует. В том самом плане, что изучается Тору. Согласен, нет. Я не говорю, что «Моораль» считает, что когда там евреи собрали в Дестером староновой синагоги Праги и изучают хахам, а именно сам «Моораль» говорится такие слова, они потом произвели богословение, то все жители Праги, их все богословения поднимаются наверх и так далее. Конечно, об этом речи нет. Некоторые роды храм сжимается до бейт-медража. Вот в этот момент. И тем не менее надевай амим спу и абрама бину, то, что здесь сказано, это тоже не случайные слова и они достаточно существенные. Может быть, они на спу уже, когда будет храм опять, но тем не менее, это очень важная позиция, потому что я полагаю, что когда происходит изучение Торы, то там уже работает Адам. Я так понимаю мораль. Давайте попробуем подвести какие-то итоги, задать вопросы, что-нибудь по этому поводу, потому что, в принципе, мы можем и заканчивать нашу сегодняшнюю встречу. Мне кажется, что текст мы прочитали, вопросы есть. Илья? Да? Да? Просто вопрос вообще к душам вообще означает еще, если это понятно, что это одно означает осветить, а другое значение это отделить. Это верно, но мне кажется, здесь это не совсем работает. Здесь немножко здесь это работает, как раз и посмотреть на текст, как раз здесь это работает. То есть отделение внизу, чтобы соединиться с верхним миром. Игорь? Что ты думаешь про этот вопрос? Мне не нравится. Мне кажется, что это не связано с этим текстом. То, что человек... Давайте посмотрим из этих позиций в связи с отделением. Не, смотри, я не согласен, здесь вам об этом ни слова не сказано. Ты прав в общем, Саша. Вот, когда какой-то молодой человек отделяется какой-то девушкой, и они производят кедуш, в смысле, ну, самую там, к душу, там, не знаю, как это называется, там, Макадеш, он ее, Макадеш, и так далее, то тогда это отделение приводит в верхний мир святость. Когда люди собираются быть медрошей и отделяются, чтобы там чего-то получить вместе, тоже согласен. Само по себе отделение ни к чему не приводит. Значит, то есть, мне кажется, что ты как бы начинаешь другую дрошу в каком-то смысле. Это немножечко про другое. То, что слово к душа, святость, обозначает некоторое отделение либо деление или собирание. Когда эти херувим в святилище поворачиваются друг к другу лицами, то ясно, что они тоже отделяются. Я согласен, что самой механике так сказать взаимодействия верхних и нижних миров вот это вот отделение, которое происходит в нижнем миру, освещение, которое здесь называется, это важный момент. Но здесь немножечко об этом не говорилось, по-моему. Это другая проблема. Нужно брать, читать, что же там оральдам расскажет про то, что такое вообще душа. Он здесь об этом не говорил. То, Александр говорит, это как в русском языке есть еще одно слово с этим же корнем, это как бы посвятить себя делиться сегодня ради верно, верно, все верно, но все-таки дело в том, что здесь такое количество всяких кривочтений вокруг этого, особенно если мы это будем еще в русском языке рассматривать, потому что все-таки на иврите душа, ну, об этом очень много сейчас сказано, например, есть очень важная тема, это отношение на иврите, есть одно слово, кодыш, которое переводится на разные языки по-разному, но это значит вот это самое священие, но об этом есть очень много исследований, начиная от Эмиля Бедвиниста до Левинаса, о том, что на индоевропейских языках как раз, а мы сейчас говорим по-русски, есть два разных слова, которые противостоят друг другу, которые на иврите одно слово, а именно святость и священство, так вот, душа в данном случае, это на иврите одновременно и то и другое, а по-русски нельзя это перевести как одно и то же, понимаете? Это освящение, это что имеется в виду святость или священство? Освящение это священство, это такой сакральный акт, вот храм там приносятся жертвы и происходит некое сакральное действие, и это вовсе не то, что, как я понимаю, Всевышний от нас ожидает, а ожидает он святости, а святость она тоже та же самая душа, и каким, здесь глобальный вопрос, который у меня возникает, я не знаю, кому, к нашему собранию или к моралью, это, собственно говоря, как может функционировать механизм святости во время храма, потому что мораль дает здесь ответ, на мой взгляд, блестящий ответ, как может механизм святости функционировать в момент, когда нет храма, он функционирует таким образом, люди собираются в домах учения, изучают там Тору, которая связана с высшим миром, и поэтому богословение, которое они произносят после изучения Торы, оно как бы передает святость из нижнего мира в верхний мир, и верхний мир становится осмысленным, и он спускает эту святость из верхнего мира в нижний мир, вот так, такой круговорот святости, это то, что говорит мораль, значит, и это происходит тогда, когда работает механизм бетмидраша, когда же механизм бетмидраша не работает, есть другой вариант, когда есть храм, а именно храм собираются эти самые надивея амим на сфум в абрахам авину, собираются весь народ, весь мир, все собираются в храм, там тоже, кстати, сказать, царь читает этот самый Эггель, вот, и так далее, все равно происходит то же самое, но храм ведь работает не только в момент, когда туда все приходят, он работает в рамках регулярного какого-то действия, и в какой-то степени тут получается, что храм это есть не что иное, как бетмидраш в хорошем, нормальном виде, не видя, так сказать, таком усеченном галутном, а нормальный бетмидраш, когда весь мир, вся вселенная занимается изучением Торы, и вся эта святость поднимается наверх, а потом спускается вниз, вот, собственно, что такое храм. Можно альтернативную версию предложить? Еще как? Значит, у нас не будет мидраша, вообще, черт знает что. Мне кажется, что ты очень хорошо описал половину ситуации, и очень правильный вопрос задал, только на него ответ будет неправильный, мой. Значит, когда ты говоришь, что Магараль описывает механизм святости, который работает в состоянии изгнания, ты, безусловно, прав. Я думаю, что отличие это от состояния, когда существует храм, отличие заключается в том, что когда существует храм, механизмы не работают. То есть, разница примерно такая же, как между механизмом и, ну, там, я не хочу всякие виталистические аналогии проводить, но, в общем, есть механизм, а есть живое существование как факт. Вот во время храма не нужен механизм святости, который будет работать так или иначе. И храм – это не усовершенствованная версия байт-мидраша. Храм – это индикация того, или там признак необходимый того, или деталь того, что существует мир, в котором святость – это факт. Она присутствует. Святость – это свойство вот того самого мира, который, кстати говоря, как это не смешно, связан именно с рамейским языком. Вот место из Тиферет Исраэль, на которое он ссылался, там, где Шнаем и Краех от Таргум, там он пишет, что Таргум, который Нигле, это то, что связано с Алам Габа, это то, что связано с Шамаем. Нистар – это наш мир, а Нигле – это Алам Габа, это мир небесный. Мир небесный, он свят. Это факт. И наоборот, Игорь? Это вот так он пишет в Тиферет Исраэль. А, окей. Что Нигле? Но Магарэль любит наоборот сказать. Магарэль любит наоборот, поэтому мы много лет любим Магарэль. В ситуации, когда есть храмы, есть пророчества, и все народы мира приходят в Суккот, и евреи приходят три раза в год, это все признаки того, что в этом мире святость есть. Не нужен механизм. Это свойство вот этого самого мира, другого мира, трансцендентного, который при этом в этом мире себя все время проявляет. И это некий скандал, такой вот потрясающий еврейский скандал, когда «Адунай Гугай Лагим» фраза бессмысленная, которая только еврей сказать может. И, кстати говоря, тот, кто это говорит... Не, мне кажется, «Аль...» самая... как там... «Элла...» ой, боже мой, ну, в общем... Не, там совсем другое. Там совсем другое. Там он говорит, что нет других, кроме него. А здесь, здесь же нюанс именно в том, что тот, кто кадош, он же является холег, если ты хочешь. Вот ты говорил там про разные смыслы святости. В индоевропейских языках святость очень сильно связана с силой. Холенес. Ну, да, 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 да. Лагим, да, это вот оно. Это вот оно. Но оно совсем не святое с еврейской точки зрения. А то, которое святое с еврейской точки зрения, это цитрограмматон. И вот то, что это одно и другое, когда храм, это факт. А когда его нет, для этого нужны какие-то механизмы, чтобы это хоть намеком каким-то почувствовать. Во-первых, я всех участников обсуждения призываю. Я вижу, тут присутствуют такие люди, которым есть чего сказать сто процентов. И уж спросить то уж несомненно. Поэтому я всех призываю к микрофону. Но я хочу выразить свое некоторое несогласие немножечко с трактовкой Игоря. Потому что мне кажется, что в тексте в нашем, ну, правда, действительно он длинный, есть некая динамика. Есть некий процесс про сессуальность. От момента, когда храм разрушен и все стало вдруг совсем плохо, но потом выяснилось, что в этом плохо есть что-то такое вполне себе хорошо, которое вполне хорошо, и до момента, когда мы снова начинаем говорить о храме, это не есть возвращение к тому храму, который разрушен. Это что-то совсем другое, потому что мы к нему приходим через механизм изучения Торы, через механизм через Бейтли Медрашот Батэк Насиот, а не просто так, это не есть возобновление. Я сейчас не буду, пускай оставлю на совести Игоря или свою, не знаю, где мы говорим про механизмы. Здесь, мне кажется, условно говоря, порядок, цедр, храма, это один цедр, который, ну, действительно, сейчас описали, а порядок Галута, это другой цедр, когда храма нету, все плохо, а где-то там кучкуются в Батэй-Медрашах какие-то евреи, которые, значит, там пытаются почувствовать высший мир в Торе, в который они погружаются, в который они, и тем самым все-таки восхваление приходит наверх и богосвоение вниз. Значит, ну, есть и третий вариант, это вариант, когда, так сказать, ну, правда, надо сказать, что прямо Магар действительно здесь об этом не говорит ничего, но, тем не менее, совершенно ясно, что сумма первого и второго не дает первый, то есть, она дает что-то совсем новое, вот вопрос, что именно, то есть, хотелось бы понять, как бы, всю эту, как бы, всю эту штуку, потому что получился невероятно красивый текст, как всегда бывает у Маораля, но понять, чего он значит. Саша, ты уже готов что-то сказать? Да, если можно, я, к сожалению, вот как-то не осознал, что у вас время перевели, да, и пришел. Вас перевели, или а у нас перевели? Вас перевели, да, и поэтому я, вот, не очень много успел тут, вот, в вашей дискуссии понять, но я хотел просто по поводу святости и барахии, вот, пару слов сказать, потому что, мне кажется, что тут, ну, вот Илья в какой-то момент говорил, что святость сначала поднимается наверх, потом спускается, у Маораля, ну, по крайней мере, в последнем абзаце мы видим, что наверх поднимается святость, а вниз спускается бараха, это все-таки различает отчетливо. И, вот, по моим ощущениям, святость для Маораля, она имеет такой, совершенно джергемианский характер, то есть, святость это практически то же самое, что не вделит для него. И тогда, в общем, все более-менее понятно, потому что храм, ну, он пишет, что храм, это и есть, собственно говоря, ну, вот я тут согласен с Игорем, присутствие святости в мире, потому что храм это такое, ну, как бы лишнее место, да, вот оно, оно не из этого мира, оно отделенное. Отчасти, кстати, оказывается, что развалины тоже вот выполняют эту функцию. Да-да-да, он прямо говорит, что они отделенные. Да. Извини, Павел, прости, маленькое замечание, не только развалины, но в нашем предыдущем тексте пустынники, то есть, люди, которые уходят куда-то в пустыню, там какие-то находятся, аж ваши руины, где тоже нельзя молиться, но тем не менее, они выступают в качестве этих самых развалин. Это потрясающе интересно. Да, извините. Да, и схема, которая вот в последнем абзаце отчетливо присутствует, такая, душа внизу создает двекут, а двекут, ну, в каком-то смысле, это и есть браха, да, то есть, для того, чтобы была браха в этом мире, нужен двекут, а для того, чтобы был двекут, нужно признание отделенности верхнего мира. Вот, мне кажется, что это такая вот довольно распространенная идея, здесь такая схема, здесь присутствует. Ну, спасибо, это, по-моему, очень правильная, так сказать, интерпретация текста, нашего завершающего текста, и действительно, я, наверное, не совсем точно выразился, потому что действительно душа осуществляется, ну, получается, что есть два способа осуществления к души, одна к душу, которая осуществляется через посредство храма, а вторая к душу, которая осуществляется посредством учения, то есть, торы, и, как бы сказать, ну, вопрос, конечно, стоит в том, как они соотносятся друг с другом, об этом здесь нету, но все-таки мы находимся в 22 главе, может быть, в 23 об этом идет речь, но, тем не менее, значит, вот, получается, что, собираясь в Нижнем мире, именно в какой степени осуществляя некоторый вид святости в Нижнем мире, мы передаем через этот двикут богословение в Верхний мир, ты совершенно правильно все это проинтерпретировал, но вопрос... наоборот, мы, признавая святость Верхнего мира, мы создаем двикут, через который получается богословение в Нижнем мире. меня по этому поводу все время меня мучает вопрос. Понятие Алмея, Алмая часто интерпретируют как верхние миры, а вот в контексте у меня мысли, что наоборот, это производное от нашего мира дальнейшее развитие, которое через человека идет дальше, и тогда естественно, получается, у меня вопрос к знающим людям. Вообще эта категория, где она на раннем этапе обсуждается? Какая категория? Алмая, Алмая. Ну, участие в этом тексте. Нет, нет, у меня более широкий вопрос. Человека мало знающим, людям более знающим. категория Алмая, Алмая вообще в еврейских текстах она где на раннем этапе появляется, обсуждается? Где она появляется, где она обсуждается? Кто хочет ответить? кто-то по-русски сказать варенье. Она в то время идет. Сейчас, сейчас, секундочку. Саш, выключи. Миша второй, то есть Миша Вогман хочет сказать. Говорите. Ну, это выражение одного друга где есть, в том числе это... Нужно динамик включить или второй компьютер. Динамик или второй компьютер вам нужно отключить. Эхо сильное. Ну, я боюсь, что с этим я сейчас не справлюсь. Поэтому, да, я могу просто остановиться насказанным и передать слово кому-то. Не, скажите нормально, все. Я не очень поднял. я испугал, человек. Миша не испугался, а просто отключил микрофон. вот. У него видно два устройства. Такое бывает, когда смартфон и компьютер. Окей. Господа, значит, я предлагаю, может быть, сейчас подвести итог нашему разговору и, так сказать, учению. Ну, во-первых, я хочу сказать, что наш, ну, вот это занятие, которое перекочевало моего дома из субботы в будни за счет ситуации, которые происходят в мире. Это тоже забавно по-своему. Значит, но мы-то начинали с того, что вот эти руины, то есть, собственно говоря, все занятие посвящено, так сказать, своего рода феноменологии руин. То есть, тому, что да, вот, значит, феноменологии руин, то есть, то, что есть руины, которые, значит, в которые попадает наша Абиоси. Вот, и из этих руин вот возникает вся эта самая история. Я тут хочу Игорю делать такое ну, соображение, потому что мне кажется, что у нас немножечко зависла эта тема чуть-чуть, что все-таки время эпохи Гавута, которую мы сейчас анализируем, ну, мораль, может быть, он живый более-менее благополучный период времени в Праге 16 века, но, тем не менее, он тоже находится в руинах. И, в общем, я думаю, что это совсем не случайно, что этот текст является комментарией на руины, и поэтому не нужно думать, что здесь все в порядке. Это порядок здесь есть, конечно, какой-то, но это совсем не есть порядок. И мне кажется, что здесь не стоит привлечивать, вот, Саша со мной не согласится, степень упорядоченности этого мира. Вот это мир-руин. И именно о нем, так сказать, шварили. Другое дело, что эти руины все наши авторы совершенно по-разному интерпретируют. А именно, вот, Садок Коин, с которым мы начинали разговор, он говорит о внутренних руинах человека, о психологических руинах, когда человек уходит сам себя и там внутри самого себя он оказывается в этих руинах. И там с ним что-то такое происходит и он слышит Бат-Коли и все прочее. Сиде Эш, значит, вот, Раби Яхель Вайнберг говорит про руины тоже исторические, но он рассматривает их как просто исторические, современные гибуруиды, мир, разрушенный мир. А, значит, Яков Иосиф Сволонов, который мы тоже читали, он тоже говорит про руины психологические, но для него эти психологические руины совершенно не связаны с разрушенным человеком, как это человек, который бежит в некоторые самые разрушенные части своей психики, как это происходит у Садока Коина. Вот. А, и, наконец, Майораль, который, говоря про руины, и все-таки мы тоже этим занимались, он говорит о том, что мир в то время, когда храм разрушен, это мир руин. И тут я не готов согласиться с Игорем, что это такой хороший, упорядоченный мир, это мир именно разрушенный, но в этом разрушенном мире работает некоторая динамика, некоторый, некий процесс, который, тем не менее, делает его миром неразрушенным. Я не сказал, что он хороший, я сказал, что он стабильный. Это мир выхода из руин. Вот есть руины, в которые даже молиться нельзя, а мир Майорали, это мир, когда уже вот эти самые совсем страшные руины вышли, и мы стоим уже на таком месте, где даже руины эти растерты в порошок. Хорошего в этом ничего нет, стабильность в этом есть. Согласен, да, согласен. С этим я согласен, и действительно, мы здесь оказываемся на развилке, то есть мы не знаем, куда нам отсюда идти, оставаться в, так сказать, в этом, как бы, ты говоришь, стабильном, хорошем мире, но при этом исторически мы хорошо понимаем, что, значит, дальше происходит разрушение этого мира, мира Майорали. То есть исторически этот мир тоже подвергается полному разрушению, возникают уже новые вторичные руины. То есть здесь, я бы сказал, возникает перевертыш, потому что оказывается, что есть руины-руин, так сказать. И вот эти руины-руин, это то, в какой степени, в которой оказался мир после разрушения мира Майорали. И тогда возник наш мир, в котором мы с вами живем, и в нем как бы некоторая новая ситуация. Снова как бы вот мы, по крайней мере, с Мишей из Иерусалима, с Сашей вообще там из Робавы, с Сашей Рыбавов, вот, почти что говорит. Значит, мы находимся в некоторой новой как бы тоже реальности, и даже те из нас, кто находится в Петербурге, тоже находятся в новой реальности. Вообще как бы возникает такая ситуация, что мы перешли из руин, исторических руин такие интернетные. Вот. Но мне кажется, что разговор о храме снова становится актуальным. Разговор о, так сказать, не знаю, насколько это актуально здесь, именно для Майораля. я соглашусь, что Майораля об этом напрямую не говорит. Это разговор скорее немножечко более поздний. И тем не менее он становится совершенно актуальным. А вот не пробовали вы сравнить руины и храм? Просто в системе Майораля получается, что это практически чуть ли не взаимозаменяемая вещь, только в руинах молиться нельзя. Но там можно услышать бад коль. Конечно. Конечно. Они, в частности, они общи тем, что и то, и другое это не мир Майораля. Ну, действительно, действительно, в нашем тексте с самого начала говорится, что мы бы подумали, что пророчество ушло, исходя из того, что храм разрушен. Но вот пророчество вовсе не ушло, потому что раби Йоси в руинах слышит голос свыше и встречается с Ильей пророком. С Ильей пророком встречается в Иде уже из руины. В Иде, В Иде, это правда. Известный я пророк, это тот, кто находится вне храма, даже когда храм существует. Он на горе Харев сидит и там жертвы приносит. Да, ну, да, я не буду отвечать на провокацию. Просто, Саша, если можно, я вначале тут гнал телегу такую хулиганскую. Вот, я предложил картинку, по которой произошла симметрия и мир, в котором мы сегодня находимся, он тоже отличается от мира Махарали и он является возвращением в руину Раби Йоси. Ну, а зачем тогда для Махарали нужен храм? Ну, вот просто по логике. Ну, как же, храм, когда храма нету, то душа это вещь случайная. Для Махарали совершенно очевидно, что случайная вещь хорошей быть не может. А когда... Потому что в руины люди не заходят, в руины люди заходят случайно. Нет, 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 такая, есть храм, потом храма не стал и стали руины. В руинах даже молиться нельзя. Совсем плохо. Ну, по крайней мере, там можно вот этот самый бадколь услышать. Но это вещь, которая еще более временная, чем мир после руин. Потом мир после руин сам по себе вроде постоянный, но святость там непостоянная требует каждый раз, чтобы собрались, чтобы там Хахам сказал Драшу, чтобы мы после этого сказали, или там после молитвы мы сказали к душу Дусидру. То есть что-то такое можно каждый раз заново привнести, но оно очень неустойчивое, хотя сам мир устойчивый. Но это лучше, чем в каком-то смысле лучше, а в каком-то хуже, чем руина Рабиоси. Понятно, что храм, он выше и того, и другого, и третьего. Лучше постояннее. Игорь, извини, пожалуйста, я хочу тогда задать вопрос про то, что мы сейчас читали, в связи с самой барайтой, а то, что он говорит пророк Ильягу ему, что вот лучше молиться по дороге, когда ты идешь по дороге, ну, здесь вообще такая мощная символика этой самой хейдерах, идущих по дороге, которая в самом тракате Брахот рассматривается достаточно подробно, а уж тем более в комментариях. Вот, то, значит, это хождение по дороге, оно с краткой молитвой. Это и есть, что ли, наше ботэкны сиот ботэймидрашот? Мне казалось, что да. Мне тоже кажется, что да, тут я с тобой совершенно согласен. То есть, тогда получается, это еще более полная картина. Есть, получается, что три описанных уровня. Один, когда есть храм, который собираются все во время праздника, паломничества, и народы мира, и евреи, и вообще происходит связь между верхним и нижним миром. второе состояние, храм разрушен, и есть эти самые руины, и там пророчества есть, и там Бог плачет из-за своего разрушенного храма, и ему там плохо, и так далее, и так далее. И поэтому я не совсем согласен с Сашей, если он имеет в виду, что храм и руины, с одной стороны, это одно и то же, конечно, это и руины храма, но это совсем не одно и то же, потому что это состояние беды, состояние бедствия, и, конечно, состояние бедствия, состояние восхваления, оно похоже отчасти, поэтому он и говорит, счастлив царь, которого восхваляют так, но горе отцу, которого и так далее. То есть это состояние руины. И есть третье состояние, состояние дороги. Состояние дороги это состояние пути, в котором происходит, в котором есть ботэй-медрашот, ботэй-кнасиот, и в котором произносится какую-то краткую молитву и которая все-таки богословение поднимается наверх и спускается вниз но это некоторое действительно временное состояние мне кажется, что такая картинка картинка с этой дорогой она немножечко возвращает нас к динамике и к вопросу о том, что же действительно возникает на четвертой фазе когда у нас уже нету и дороги и нету этих синагог и мы сидим себе в заперти или еще где-то и опять оказываемся в руине не является ли это как раз действительно промежущее состояние связанное с возвращением первого состояния, а именно состояние храма я просто хотел еще прежде всего уточнить, я конечно же не имею ввиду, что это то же самое, что храм я хотел найти вот как бы в системе Магараля как он различает вот эти вот два мира, мне кажется, что через Двикут у меня такое ощущение, что руины это какой-то такой это тоже как бы соединение верхнего и нижнего мира, но какое-то неправильное не Двикут и какое-то такое смешение а вот восстановление храма это стало быть какой-то более правильный Двикут и место молитвы вот по поводу дороги и синагог и байт-мидраш я как-то не совсем понял это же в одном мире существует и руины и вот молитва в дороге ну это да, это как бы типа одно и то же но молитва в дороге это и есть если я правильно понимаю мораль это и есть баты-кна-си-йота баты-мидрашот но как бы сказать вот это не руины это некая противоположность руин грубо говоря нужно расслабиться сказать ну что делать умер-шмомер значит храма нету но зато мы собираемся по дороге читаем краткую молитву и все равно все работает когда эти синагоги и байт-мидраши построены это еще одно состояние я просто не совсем понял мне казалось что ты различал эти как бы три три мира вводил три состояния мира вводил Илья нет? мне показалось если я правильно понимаю то состояние баты-мидрашот и баты-кна-си-йот это действительно это другая сцена другая сцена но это то же самое состояние мира в дороге это состояние мира без храма и без храма и следовательно это действительно это параллельно руине ты абсолютно прав это параллельно руине вот есть руины там молиться нельзя молиться нужно в синагоге и байт-мидраши то есть это как бы сказать это некое углубление понятия понятия вот этой самой дороги которая здесь имеется но я но это немножечко противоречит тому что говорил Игорь когда говорил про стабильность потому что мне кажется что дорога это никогда не стабильность и в дороге он говорит нужно читать короткие молитвы и так далее и так далее стабильность мы прекрасно знаем что в Праге 16 века некоторый элемент стабильности был но мне кажется что все таки это параллельно руине это как мы мы сейчас находимся в 16 веке а в 17 веке все эти общины будут например уничтожены это это некоторое некоторое примежуточное состояние ну вот я не знаю я очень пожалуй склонен провести завершение этого занятия мне кажется может два часа здесь сидим хотя Саша только час извини пожалуйста я думаю что это изменение времени оно будет всем удачно я как-то даже пытался как писать но видимо невнятно значит но в результате Андрюша не смог потому что он сейчас там не сможет не смог присоединиться к нам он передавал свои извинения вот но у нас следующего занятия такого не будет потому что это уже будет в Песах и потом то есть две недели а потом мы наметили с Игорем как раз следующую встречу не знаю в каком формате она будет происходить но она будет в следующем соответственно через три недели то есть где-то ну 22 апреля правда у нас в это время а ну да ночью будет происходить встреча мы договорились говорить про Израиль и человечество то есть у нас такая тема это книга раби Ильяху де Мазега которую Игорь очень любит и значит начал нам про нее рассказывать и к нашему занятию присоединится Нехама Симонович которая немножечко расскажет про то что понимал раби Леона Шкенази монету про это про вот эту тему Израиль и человечество ну и каждый со своей стороны я может быть тоже кое-что со своей стороны расскажу ну в общем будет некая встреча в другом немножечко формате про Израиль и человечество надеюсь что тексты там тоже какие-то будут разросланы вот но также если кто-то предлагает что-то другое то пожалуйста я ужасно рад мне ужасно приятно видеть все физиономии люди есть в ужасе современного состояния что-то приятное неожиданно я хотел на самом деле сказать большое спасибо потому что этого очень не хватает и отчасти это благодаря наверное коронавирусу удалось коронавирус организовать да ну вот ну вот Илья вот тебе Андрюше там большое спасибо что вы это вынесли в сеть и я с удовольствием вот во всех занятиях буду принимать замечательно большое всем спасибо значит продолжим наше как бы занятие может быть вернемся к теме руин потому что мы с разных сторон пытались изучать эти руины если кто-то найдет интересный текст комментарий на гемару проход 3а про Рабиоси то очень приветствуется вот так что всем до свидания большое спасибо а то что будем читать потом можно как-то заранее разошл да 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 про израиль человечество это я надеюсь все разошлет но вот Игорь говорит что у него только по-французски но ты как раз по-моему читаешь по-французски поэтому тебе это будет возможно вот ну надо сказать и мы не тут по-французски вот Богман если он еще с нами тоже по-французски читает так что у нас есть шанс как-то как-то понять что-то во всем происходящем да обязательно разошлем так что всем и и и и вообще все самые пожелания вот все до свидания всем спасибо до свидания